Время быстротечно. Вещь, которую нашли при раскопках вблизи концентрационного лагеря Красной Казармы в Бресте, с большой вероятностью являлась когда-то карманными часами того, чье время остановилось навсегда в страшное военное лихолетие. Эти предметы быта сегодня как проводники к тем, кто мирно жил, трудился и мечтал о будущем, которое так и не наступило. 22 июня 1941 года фашисты стремительным захватом оккупировали Брест и его окрестности, территории которых превратились в места массовых расстрелов и принудительного содержания населения. Останки людей по сегодняшний день находят местные жители, их извлекают из ям, перезахоранивают в братские могилы и иные места погребения жертв войны. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период при осуществлении раскопок в этом месте были обнаружены останки 38 человек, замученных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это место известно нам как Красная казарма. В 1942 году, в июле 1942 года, фашистами здесь был организован лагерь для военнослужащих Красной армии. Конечно, важно, чтобы каждые останки всех людей нашли свое место, были установлены личности этих людей. Это все важно для истории, для каждого из родственников, возможно, кто-то узнает, где захоронены их деды, бабушки. По архивным данным, в лагере Красной казармы было привезено около 8 тысяч человек. Еда и вода военнопленным выдавалась один раз в день. Ежедневно проводились расстрелы лиц, пытавшихся бежать. Были частые случаи, когда в ямы сбрасывали еще живых людей. Лагерь для военнослужащих Красной казармы просуществовал до окончания 1942 года. На момент прекращения его деятельности в живых оставалось из 8 тысяч, которые здесь были изначально, около 800 только человек. То есть 7 тысяч 200 наших советских военнопленных здесь были уничтожены, истерзаны и замучены. Была информация местных жителей о том, что они при осуществлении земляных работ продолжают находить здесь костные останки погибших в этом лагере смерти. С учетом этого Министерством обороны было принято решение о проведении здесь раскопок в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Сведения из уголовных дел позволяют пресечь попытки обесценить историческую правду. Это важно знать молодым людям. Учащиеся класса правовой направленности гимназии номер один города Бреста имени защитников Брестской крепости посетили место захоронения и прониклись во все детали исторической хронологии. Юные прокуроры, недавно пообещавшие свято чтить и соблюдать Конституцию нашей страны, быть образцом законности и правопорядка, воочию могли оценить масштабы геноцида белорусского народа. К сожалению, в наши дни факты о трагедии времена Великой Отечественной войны искажаются, искривляются, забываются. Поэтому это важно всем. Это важно и взрослым, это важно и детям. Одно дело, когда мы читаем это на уроках, когда мы проходим это во время информационных часов, а другое дело приехать вот сюда и воочию увидеть, каковы масштабы трагедии. Но я думаю, что детей это очень впечатлит, особенно процесс, когда идут раскопки прямо, скажем так, вживую. Я в шоке, потому что я не думала, что рядом с нами, рядом с тем местом, где мы живем, то есть прямо, скажем, под нашими ногами находится захоронение, захоронение невинно убитых людей, солдат, гражданского населения. В общем-то, для нас, для обычных жителей города Бреста, это, конечно же, шок. Важно присутствовать здесь, потому что ты в этом месте осознаешь, что делали фашисты в это время в Бресте, во время оккупации. Я сегодня с одноклассниками увидел и услышал то, что происходило в Бресте во время оккупации. В принципе, впервые увидел это и осознал на живом примере. Отголоски войны сегодня ранят сердца белорусов и заставляют ценить мирное время, в которое мы живем. И даже спустя 80 лет мы помним о страшной трагедии и о том, кто учинил те ужасы над нашими предками. И пока жива память, жив подвиг советского народа, павшего за свободу и независимость нашей Родины. Я Нина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста.